Кстати говоря, не нужно за квартиру платить. Вот так вот. Смотрите, как все интересно. Да, здорово. Очень прикольно все. Просто бомба. Такие вот переходы между комнатами, выходы на балкон. А тут, очевидно, какие-то даже типа мягких уголков было сделано. Такие вырублены в стенах ниши, как для диванов. Посмотрите, какая благодать. Смотрите на такой диванчик и созерцаешь Крым сверху. Сейчас я пробую это же самое сделать. Сверху диванчик, а передо мной панорама всего Крыма. Просто супер, ребята. Я в восторге. Вот я какой-то древний, не знаю, монах или хан. Тяжело там диване и наблюдаю весь Крым сверху. Если покажу панораму, что я наблюдаю. Вот встал с диванчика, развернулся. И за мной весь Крым. Прекрасная панорама. Смотрите. Горного Крыма. Сидишь на диванчике себе и наблюдаешь за всем этим удовольствием. Вот как это выглядит примерно. Если выйти на саму террасу наконец и наблюдать сверху. Тут даже между почвами какие-то такие перила есть для наблюдения. Сейчас стою на краю балкона. Подо мной пропасть. Там вон дальше еще какие-то комнаты, видите, с выходами. Ну а здесь такие вот диванчики. Там внизу, на которых я сидел. А вот тут вообще целое какое-то ложе, очевидно. На котором можно возлежать и отдыхать. Ну в общем, интересно, здорово. Просто супер. Это очень большая комната. Очень большая комната. Масса каких-то поспособлений сделана в стенах. Какие-то, вот смотрите, ниши сделаны. Еще ниша. Дальше большая полка. Не знаю, для чего вот эта полка. Либо, может быть, для стола или для каких-то принадлежностей. Вот. В общем, очень-очень интересно. Вот еще какая-то серия пещер. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот такой один каземат. Большой очень. Это, наверное, для рабов. Какой-то слишком простой. И тут не диваном, не много окон. Вот. Тут немножко получше. Это явно не для рабов. Тут есть. Ой, тут напоминает ту пещеру. Какие-то вот, типа, столов сделаны. Стены украшены резьбой. Ниши в полу разнообразные. Какие-то, наверное, хозяйственные. Вот. Много очень ниш, возможно, в стенах. Очевидно, для каких-то хозяйственных нужд приспособленных. Вот. А еще есть вот такой выход на балкон. Но я туда, пожалуй, не пойду. Сремно очень. Вот еще одна пещера. Ага, вот эта пещера, с которой можно выйти как раз на балкончик. На который я побоялся там прыгать. Оказывается, прекрасный выход здесь есть. Это явно пещера не для рабов. Большая светлая пещера. Прекрасный балкон есть. С видом на горы. А заодно есть и окошко. Которая, в которой можно посмотреть, что делается на улице. Такая вот круглая пещера. Неплохо оборудованная. Вот. Какие-то здесь, вот смотрю, сделаны явно приспособления для бытовых нужд. Вот. И выход в другую пещеру поменьше немножко. Типа, может, хозяйственная. Ну, тоже с вентиляцией. А внизу там, вон, видите, пропасть. Вот какая-то целая улица. Идет. Может быть, главная улица. По краям квартиры. Вот такие. Одна квартира. Вторая квартира. Что здесь есть? Ну, здесь скромная однокомнатная квартира. Без удобств. Без никаких. Пошли дальше. Вот, это какая-то квартира побольше. С верандой. Сейчас посмотрим. Есть прихожая большая. Ступенечка. Вот, все здесь оборудовано. Есть такая отдельная спаленка. И даже, между прочим, душевая комната есть. Вот она. Эта квартира, конечно, уже покруче. Типа, апартаментов. Идем дальше по центральной улице. Тут, понимаешь, налево и направо квартиры. А сейчас зайду правую квартиру. А потом по ступенечкам. Супер. Бомба. Вот, захожу. Ну, это, конечно, круто. Здесь, смотрите, окна отдельно есть. Резьба кругом есть. Есть какая-то вторая комната. Типа с верандой. И даже есть личный колодец. Вот так вот. Такая вот. Такие апартаменты. Ага. Вот это напротив, оказывается, находится храм. Тут даже кошечка живет, между прочим. Сейчас зайдем в храм. Посмотрим. Китя. Видите, даже кошечка здесь живет. Ой, вот это супер, смотрите. Тут даже храм есть. Вот это, наверное, самое крутое место. Здесь столько помещений. Вот это да. Супер, смотрите. Даже какая-то есть, может быть, типа усыпальница. А вот какая-то молельная комната. Здесь находится куча иконок. Наверное, люди поставили, которые здесь были. Вот алтарь есть, на котором тоже много иконок находятся. Люди наставили массу иконок. Вот сам алтарь. На него положены жертвоприношения. Яблоко, мелочь. И стоят иконки. Вот еще масса иконок наставлено. В следующий раз надо принести и свою поставить. Очень здорово. Вот какая-то красивая иконка стоит отдельно. Ладно, пошли дальше. Все очень цивильно, красиво, чисто, убрано. Просто супер. Да, очень здорово. Вот это, очевидно, главный зал. Тоже какой-то большой алтарь с иконами. Много колонн стоит. Какие-то выдолблены ниши, может быть, для каких-то мощей. Очевидно, сюда складывались жертвоприношения. Такие вот полочки. Еще одна такая ниша. Может быть, для захоронения. Конечно, не знаю. Вот еще одна ниша есть. Интересно, как здорово. Зачем она была нужна? Не знаю. Вообще, тут ниш целая масса. Вот ниша еще. Все украшено резьбой. Можно, чтобы были захоронения сделаны. Вот такие похожие на ниши для захоронения. Есть несколько колонн. Вот, да, сейчас дам общую панораму. Вот висит табличка. Называется Пазиликальный храм-судилища. Семнадцатый... Ой, седьмой-девятый век. Вот еще вторая сторона города. Такие тоже комнаты. Потом зайду сюда, посмотрю. Такие маленькие окошки. Для чего-то. Непонятно для чего. Вот туда можно пролезть. Потом посмотрю. Вот. Вверху Балкон Терраса. Вот какие-то Апартаменты тоже. Такие. Типа скамеечка сделана. Тут такая Ниша, амфилада такая сделана. Внизу, не знаю, То ли усыпальница, То ли колодец. Скорее всего, что усыпальница. Еще один какой-то алтарь небольшой. И вот это, очевидно, так понимаю, Келья. Ух ты, класс. Тут даже полочка отдельная есть. Вот окошко. Окошко в мир. Ра. Вот это вверх. Вот это вот, не знаю. Может быть, это Алтарь, А может быть Кровать для какой-то Маленькая человечка. Вот, внимательно слушайте. Ох. Я здесь один. Здесь Слышно Эхо Веков. Такая маленькая комната И такое очаровательное эхо. Супер. Интересное помещение. Тут тоже есть эхо, Но гораздо меньше. Наверное, тогда что-то святое. Ладно, пойдемте дальше. Вот, между прочим, Вход украшен каким-то Кленовым листиком. Супер. Сейчас зайдем еще в одну пещеру. Какая-то такая она Сумрачная. Ух ты! Какое здесь эхо! Ребята, просто обалдеть можно. Вот опять тоже Какие-то приспособления Вырублены В скале. Не знаю, Может быть, Для жертвоприношения. А может быть, Для стока воды. Непонятно. Все стены Украшены узорами. Резьбой. Какое здесь Обалденное эхо. Красиво очень, конечно. Вот вторая комнатка. Эта ниша Продолжается. В общем, Очень прохладно В пещере. От жары Отдохнуть. Очень здорово. Отлично. Красота. Вот еще одна пещера. Они, примерно, Все одинаковые. Тоже стены Украшены узорами. Такие же Вот Сделаны Выступы. Ну, Может быть, Это была келья Монашеская. Может, Что, Не знаю. Но, Вполне Так. Вполне Достойственно. Вот так мы Сейчас спускаемся К храму Трех садников. Такой одинокий Храм стоит. Скале Какая-то келья Вырублена. Вот Здесь Такая вот Кельечка Небольшая. И еще Вот Большой храм. Центральный. Но он тоже закрыт. С ожерением Мы Что мы Трех не увидим. Вот Такой небольшой Храм Трех садников. Это 14-15 век. Вот Такое Сооружение Сделано В двух Одиноких Глыбах. Внутри Вырубленные Комнаты Кельи В которых Жили Отшельники. С другой Сторон Есть Окошко Тоже Вырубленное В скале Ну конечно Уже В современной Раме Это У нас Был Храм Трех садников Трех садников Трех садников Продолжение следует...